Привет, друзья! Вот посмотрите, какая крутая картина. Он, смотрите, смотрит на свечу, медитирует, а при этом рука какая, видите, металлическая. И он через медитацию, которая в переводе означает как бы размышление, да, он очеловечивается. Поэтому, по существу, медитация – путь к нирвании. А кто лучше всех расскажет это состояние нирваны словами, которые для всех людей понятны, тот и станет лучшим мастером наследия. Почему? Да просто потому, что это иное состояние, чем то, в котором мы сейчас с вами находимся. И когда говорят «нирвана», вот Будда там по преданиям, сколько лет учил людей нирване, сколько лет он им объяснял. Да, ну, вот видите, и до сих пор люди не все понимают, что такое нирвана. А при этом известно целый буддизм, в плане, что кто достигает нирваны, тот как бы просветляется, проясняется, много чего там хорошее вроде происходит. Ну, путь к нирване – это медитация. Это метода. Ну, вот, друзья, что означает правильно объяснить. Ну, я всю лето занимался изучением этого вопроса, и все лето, все годы свои я изучал, и у меня ничего не получалось не расслабиться, не в медитацию войти, не в состояние дзен, не в состояние фана. Это в мистике, мистики, суфисты, да, растворение с Богом. Фана называется. Во всех религиях это есть. Соприкосновение с вечностью. Когда нету эго, нету страха, комплексов, шаблонов мышления, а есть нечто, а что это? И почему у меня не получалось, потому что я аутотренингом занимался, пытался медитировать, пытался расслабляться, релаксироваться, пытался погружаться, и все время ждал чего-то необычного. Потому что я не понимал, чего я жду. Вот именно. Потому что все учителя, которые меня пытались научить, были йоги такие, были там, ушу занимались, были там, бойцы очень крутые, которые вообще могли там кирпичи ломать. Я тоже могу пальцем пять карандашей и так раз проломить, потому что внимание там главное, куда направить, не на сами карандаши, а под них. То есть цель должна быть больше, чем задача, которую ты себе ставишь. Но об этом вам хорошо Роман Козенко расскажет, если вы его спросите на нашем вебинаре. Он это лучше меня может рассказать, потому что корень всех слов он извлекает, как психолингвист. Он может рассказать вам нирвана, он может вам рассказать много чего, но там есть по программе план, какой мы с ним вместе создали, который он решил, что это самые лучшие слова, которые в первую очередь надо людям объяснить, что они означают. На понятном для них словосочетании, потому что термин это одно, вот нирвана, например, или счастье, или совесть, это слово такое. Что же оно означает так, чтобы сразу стало понятным для большинства людей? И тогда большинство людей будет между собой лучше общаться. Так вот, потом я нашел, в чем суть нирваны. Потом я нашел, в чем суть медитации, потом я нашел, в чем суть потока, Чинскен Михаи, да, я вас могу научить входить в поток и в нирвану, а мы, но сейчас не буду говорить, потому что мы, в принципе-то, все время этим занимаемся, когда говорим о нулевом состоянии, как выходить на нулевое состояние. Но дело-то в том, что люди-то не все понимают, что значит нулевое состояние. Потому что, оказывается, все зависит от того, какое было исходное состояние. И что ты посредством нирваны этой хочешь получить. Потому что это не просто колодец, куда ты зашел и там вечно сидишь. Нет, конечно. Так вот. Это очень интересно. Но я возвращаюсь к началу. Кто доступнее всех расскажет об этом ином состоянии, потому что там же ощущения. Это же не просто так вот сказал нирвана и объяснил словами, логически, и все логически поняли. Нет. У нас даже есть такое, что люди есть у нас, которые много раз эту нирвану испытывали, но не знали, что это она и есть. Вот же в чем дело. Но даже если они хотят рассказать, объяснить, и у них не получится. Потому что все равно, как в фильме, помните ой, забыл, как он рассказывал, как дерево. Ну, вот такое говорит дерево. Ну, такое, но неужели непонятно. Ну, помните это? Ой, забыл я. Ну, вы сейчас вспомните, да? Смешной фильм, который был. Так. Ну, сейчас вопрос о важном. Тот человек, который в мире лучше всех объяснит всем, что за состояние нирвана, объяснит словами, которые являются, как бы, источником объяснения, но состояние-то иное. Потому что, как это понятие, в одном нас находясь в состоянии, что такое другое состояние? Ну, я, например, понимаю, как объяснить это. Поэтому я большему числу людей объясняю, чем Будда. И про поток могу большему числу объяснить, что такое поток, чем Чизкен Михаил. На самом деле, да. Ну, я чуть-чуть сейчас скажу, и вы сразу поймёте, почему я, как говорится, не фантазирую, а говорю, как есть. Ну, вы когда-нибудь испытывали состояние, когда какому-то предмету, какой-то проблеме, которая вас терзала, просто не знали, как к ней поднять, ну, просто гложила душу, понимаете, разрывала вас на части, выносила, как говорит молодёжь, мозг. Ну, сделали некое действие, и к этой же проблеме относитесь так безмятежно. Ну, как будто немножко выпили. Ну, вспомните, да, вот как будто немножко выпили. Такое состояние пофигизма, лёгкого такого. Вот видите, как я объясняю, да? Просто, да? Я просто пример привожу, и аналогии привожу, и просто объясняю. Нирвана – это состояние эмоциональной дистанцированности, эмоциональной отрешённости, и, ну, система отсчёта. Представь, что была тяжёлая проблема, эмоциональная, душевная, терзающая, и вот ты в нирване, это значит, ты относишься к этой же проблеме, но как будто немножко выпил. Как бы пофигу. Ну, кто же самый проблеме, понимаете? Ну, это другое течение времени. Это ощущение не суеты уже, не шторма, как мы говорим на шкале стресса, а штиля. Это состояние уже не смятения мыслей, не волнения, не терзания души, а это уже состояние, кто же проблеме имеется в виду, это отношение бесконечности, безвремения, вечности. нирвана это контакт с вечностью. Там некуда торопиться, там все пофигу, там так хорошо, такое состояние. Ну, люди, почему вино пьют, почему наркотики, почему это существует, почему пустырники, а потом волокордение и во многих этих настойках спирт по этому. Что вы там накапали, накапали себе, вас отпустило. Кожа в чем дело, а называется волокордин. Да, ну там, конечно, в растворе есть вещества, они тоже действуют, но независимо от этого, во всех этих флакончиках спирт, и он действует впервые, так сказать, в первую очередь, и он снимает напряжение. А это тот самый эндорфин, что у нас есть. Поэтому путь к нирване, это путь снятие концентрации в крови адреналина, вот этой сжатости, напряжения, готовности к бою, к агрессии, там, ломай, бей, бери, к состоянию эндорфина. Да, когда ее концентрация в крови эндорфина больше. Это нирвана. Ну, видите, я вот привожу аналогии простые, да, но чтобы до них дойти, мне пришлось потратиться очень много лет, да, чтобы понять, чтобы вот такими простыми словами объяснять, да, и вот когда вы, например, думаете о какой-то проблеме и никак не можете ее решить, возьмите, встаньте, отожмитесь 10 раз как следует. Ну, если вы здоровый, конечно, больному не надо так делать, больному я подскажу, как делать. Отжались, 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 интенсивно, еще раз 10, интенсивно, а теперь встали, а теперь руки сделайте вот так, а теперь вообразите, что они расходятся в сторону, тело пошло покачиваться, покачиваться, и вы сразу переходите к состоянию. Вот это квантово-триггерный переходит, и уже вам пофигу то, о чем вы переживали. Путь к нерванию. Видите, как просто. А там, там годами занимаются, потому что просто не объяснили. А чтобы просто объяснить, надо было это понять. И поэтому многие люди, и я в том числе, всю свою юность пробовал в испытаниях, в поисках этого йоговского состояния и этой нирваны, и состояния вот этой молитвенной благодати, я все время пытался из обычного состояния ну, как-то навеять тебе это, как-то внушить тебе это. А у меня не получалось. Почему? Потому что я ждал чего-то необычного. Вот секрет, почему у многих не получается. Потому что они делают и приемы йоги, и приемы медитации, и приемы ключа, который самый простой и доступный туда, ждут чего-то необычного. В первую очередь они ждут отключения своего сознания. А там никакого отключения нет. Там есть ощущение нирваническое, то есть состояние удовольствия. и это удовольствие называется пофигизм. Да, друзья? В следующий раз я вам еще расскажу. До встречи.